Здравствуйте! В эфире город С. Татьяна Дмитриева. Кто имеет право на патентную систему налогообложения? Каковы ее преимущества и как на нее перейти? Об этом говорим сегодня в нашей студии начальник отдела налогообложения юридических лиц Управления Федеральной Налоговой Службы России по Самарской области Гульнара Хасаншина. Здравствуйте, Гульнара Римовна. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, что же это за патентная система налогообложения? Для кого она существует и когда была введена в Российской Федерации? Патентная система налогообложения у нас была введена с 2013 года. Она доступна только для индивидуальных предпринимателей. И организации не вправе воспользоваться этой системой налогообложений. И на сегодняшний день она является одной из самых простой в российском законодательстве. Она была введена, чтобы поддержать тогда предпринимателей? Ну, я думаю, что да. Она была как раз для упрощения индивидуальными предпринимателями процедуры вообще всей нахождения их на... Налоговом учете? Ну, да, можно, наверное, сказать и так. А в чем ее преимущество? Вот почему индивидуальному предпринимателю нужно перейти на эту систему патентного налогообложения? Ну, преимуществ у данной системы много. Во-первых, это то, что эта патентная система налогообложения заменяет собой ряд налогов, которые при применении этой системы индивидуальный предприниматель уплачивать не должен. То есть он не будет уплачивать НДС, он не будет уплачивать НДФЛ, он не будет уплачивать налог на имущество. Конечно, рядом исключения. Исключения они всегда есть, но их не так много. Потом патент, он является... он берется по выбору налогоплательщика на неопределенный срок в пределах календарного периода. Что очень важно для тех индивидуальных предпринимателей, которые ведут сезонный характер работы, они могут взять, допустим, только на лето, на три месяца. Или могут взять в целом на год. От одного до 12 месяцев в пределах календарного года этот патент берется. С 2013 года была введена эта система, и, наверное, есть показатели, которые говорят, понравилась она людям, эффективна она или нет. Вот есть... сколько у нас вообще пользуются предприниматели? Да, конечно. О как раз привлекательности этой системы свидетельствует тот факт, как у нас растет количество индивидуальных предпринимателей, которые применяют эту систему налогообложения. Допустим, в целом по Самарской области уже в первом полугодии 2017 года эта система воспользовалась больше трех тысяч индивидуальных предпринимателей. Для сравнения, в 2015 году данная система воспользовалась всего лишь порядка 1600. То есть рост практически в два раза. Предприниматели, они вообще работают, конечно, в разных сферах. Все индивидуальные предприниматели из всех сфер могут воспользоваться патентом? Нет. Вот тут вот как раз есть ограничение, когда патентная система налогообложения могут воспользоваться только те индивидуальные предприниматели, которые осуществляют деятельность, прописанную, во-первых, в законе, в налоговом кодексе, а также в нашем региональном законе. Там порядка 63 видов деятельности. И по этим видам деятельности индивидуальный предприниматель имеет право применять патентную систему налогообложения. А что это за виды деятельности, чаще всего которыми пользуются? Ну, чаще всего наиболее выгодно, наверное, воспользоваться этой системой, чаще всего пользуются этой розничной торговлей. У нас порядка 50% всех выданных патентов в целом по области. В Самаре это составляет порядка 26% от общего количества, а в целом по области порядка 50%, это по данным первого полугодия, именно деятельность связанная с розничной торговлей. Ремонт жилья тоже довольно-таки определенный большой процент занимает. В последнее время, что для нас как-то даже было несколько удивительно, производство электромонтажных сварочных работ тоже попадает под эту патентную систему налогообложения, и очень многие ею пользуются. Ну вот если взять конкретный пример, индивидуальный предприниматель торгует, у него, ну я не знаю, что, чем, розничная торговля, вот что он будет иметь, какое преимущество, если он, допустим, на год берет этот патент, вот какой у него плюс, что вот будет для него лучшим? Ну, во-первых, сумма налога, она рассчитывается не в зависимости от того дохода, который реально получила индивидуальный предприниматель, а от потенциально возможного годового дохода, который уже определен... А если он не оправдается? Если он не оправдается, то это вот уже надо смотреть. Перед тем, как выбирать, нужно просчитать все варианты. Потому что на розничную торговлю у нас может быть и НВД такая система, и патент, и упрощенная система, и общая. Поэтому, прежде чем перейти, конечно, на эту систему, нужно просчитать все-таки, как будет выгодно. Потому что потенциально возможный доход рассчитать очень легко. Даже у нас на сайте Федеральной налоговой службы есть такой налоговый калькулятор, рассчитать сумму патента, вводишь свои данные, рассчитываешь, и сумма у тебя получается. Она получается неизменной в течение всего срока действия патента. И не зависит от реальных результатов деятельности. Понятно. Вот вы уже назвали другие режимы налогообложения. А чем выгоден все-таки вот этот патент? Когда его нужно? Вот вы говорите, нужно рассчитать? Перед тем, как... Когда нужно решиться именно на это, пренебречь другими? А можно ли сразу несколько использовать? Патентную систему налогообложения можно совмещать с упрощенной системой налогообложения, с общей системой налогообложения, но по разным видам деятельности только. По одному виду деятельности совмещать не получится, к сожалению. Да это, в общем-то, и зачем? Зачем платить налоги по одному и тому же виду деятельности по разным режимам? Это налоговый кодекс у нас не предусматривает. Но при патентной системе налогообложения у нас не сдается отчетность. То есть, да, это плюс. Это приходишь, всего лишь нужно прийти один раз в налоговую инспекцию, перед началом своей деятельности, не позднее, чем за 10 дней до начала деятельности, оформить заявление, написать заявление, и в течение пяти дней налоговый орган выдаст патент и можно начинать заниматься деятельностью. И в течение этого периода, самое главное, вовремя уплатить патент, не забыть стоимость патента уплатить. И, пожалуйста, больше никаких посещений не требуется. Да, вот это действительно плюс, потому что часто вот сетует что-то у времени, это особенно предприниматели, особо занятые люди. Скажите, пожалуйста, в связи с чем может утратиться право на применение патента? Потому что одно дело получить его, а второе, наверное, есть какие-то условия. Да. Ну, два основных условия, при которых может утратиться право на применение патентной системы, это превышение 60-миллионного порога по доходам, ну, для микробизнеса, я думаю, что это довольно-таки большая сумма, и превышение численности, тоже более 15 человек, если у вас будет наемных работников. И было еще третье основание, буквально до 1 января 2017 года, это несвоевременная уплата патента, сумма налога по патентной системе налогообложения. Но это было весьма неудобно, потому что некоторые налогоплательщики просто забывали вторую часть патента оплатить вовремя, и тут же автоматически он считался перешедшим на общий режим налогообложения с самого начала действия патента. Это было весьма неудобно. И с 1 января 2017 года этот пробел в налоговом законодательстве у нас устранили, то есть при несвоевременной уплате налога, налоговый орган поступает так же, как и по всем другим налогам, выставляет требования об уплате налога, штрафа пении, но плательщик не считается утратившим право на применение патентной системы. А можно ли перейти на патент, будучи на другом режиме налоговом, и рассчитав, как говорите, предварительно, решиться на патент? Вот как это сделать? Существует такая схема? Нет, конечно, можно, но единственное... И куда обращаться? Как быстро она делает? Обращаться, как я уже сказала, единственное, если вы до этого были на упрощенной системе налогообложения или на ЕНВД, то систему налогообложения до конца года менять нельзя. А, вот, вы видите, да, условия. Но если вы были уже на специальных налоговых режимах, только других. А с общего режима налогообложения можно перейти в любой момент, подав заявление, вот о котором я уже говорила, в течение 10 дней. Ну, это легко. Вот просто заявление требуется от предпринимателя, и потом ждешь выдачу. Да, в течение 5 дней, либо там происходит отказ выдачи патента, отказы все прописаны у нас в налоговом кодексе, их не так много, и все они устранимы. Просто, может, налогоплательщик, допустим, срок неправильно указал, либо он вид деятельности указал, тот, который не подходит под этот, ну, под этот, под патентную систему налогообложения, либо не заполнил даже все поля. Ну, это ошибки, которые вначале, да, 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 не устранимы. А налоговые органы со своей стороны какую проверку проходят? Вот 5 дней они для чего проводят? Вот 5 дней они практически в этот момент ничего не проверяют. Просто они проверяют соответствие поданного заявления тем условиям, которые прописаны в налоговом кодексе и в региональном законодательстве. Плюсы этой системы патентной, они еще не только для предпринимателей, как мы уже выяснили, но и для города, потому что, как я поняла, налоги, которые платят индивидуальные предприниматели, идут как раз в бюджет города. Поэтому это очень актуально, это пойдет на наше благоустройство и так далее. У нас есть сюжет на эту тему. Давайте его посмотрим и продолжим разговор. Патенты становятся популярнее. В прошлом году патентную систему налогообложения стали использовать на 60 с лишним процентов больше предпринимателей, чем в 2015-м. Доступна такая форма платы сборов только индивидуальным предпринимателям, у которых работают не больше 15 сотрудников. Выдают патенты на срок от 1 до 12 месяцев, что особенно удобно, если бизнес имеет сезонный характер. Отсутствует обязанность представлять отчетность по данному спецрежиму, а значит, необходимость исполнять декларацию и посещать налоговые инспекции. То есть нужно посетить ее только один раз при получении патента и затем своевременно оплатить налог. Заранее известна сумма налога о способах сделать жизнь предпринимателей проще, а качество предоставляемых ими услуг для жителей города лучше, говорили на Совете по развитию предпринимательства в городской администрации. Совет собрался в обновленном составе. Кроме новых представителей бизнеса, в него вошли общественники. Повестки и актуальные темы – энергосбережение и борьба с незаконным оборотом промышленной продукции и сбор налогов. Мы должны с вами тоже подумать о том, как простимулировать предпринимателей для того, чтобы налоги уплачивались в полном объеме, чтобы переходили предприниматели на более современные, совершенные, прогрессивные формы уплаты налогов. Это тоже крайне важно для развития города. С этих налогов развивается инфраструктура города, и нам крайне важно об этом вместе думать, чтобы состав этого совета принял такие революционные решения, которые позволят наш город вывести в лидирующие города нашей страны по отношению к малому и среднему предпринимательству. Дополнительные задачи на работу совета накладывает и предстоящий чемпионат мира по футболу. В частности, вопрос производства сувенирной продукции. Здесь власти готовы способствовать предпринимателям. В предоставлении мест для торговли, но и сами бизнесмены должны показать класс и по качеству сувениров, и по ассортименту. А сумма налога, она как рассчитывается, от чего зависит при применении патентной системы? Ну, как я уже сказала, нашим региональным законодательством по каждому виду предпринимательской деятельности определен свой потенциально возможный размер дохода, который может быть получен этим индивидуальным предпринимателям. Поэтому, в первую очередь, сумма налога составляет 6% от суммы этого дохода. Она зависит от вида предпринимательской деятельности, который осуществляется индивидуальным предпринимателем. Потом она зависит, естественно, от срока, на который выдан патент. Если на 12 месяцев, это будет, соответственно, больше. И зависит еще, в Самарской области он еще зависит от места осуществления деятельности. То есть, если индивидуальный предприниматель осуществляет свою деятельность на территории города Самары, то, соответственно, потенциально возможный доход у него будет больше, чем он будет осуществлять свою деятельность, осуществлял бы на территории Самарской области, скажем так. Это зависит от того, что в нашем региональном законодательстве потенциально возможный доход, он дифференцирован по городу Самаре и по другим районам города Самарской области. А как уплачивается стоимость налога? Стоимость налога зависит, уплата зависит от срока, на который выдан этот патент. Если патент выдан на срок до 6 месяцев, то сумма налога должна уплачиваться не позднее окончания срока действия патента. Если патент выдан более чем на 6 месяцев, от 6 до 12, то налог уплачивается два этапа. Первый срок – это 90 дней от начала действия патентной системы, а оставшую часть, две трети суммы патента, он, индивидуальный предприниматель, должен уплатить также не позднее дня окончания срока действия патента. При этом еще хотелось бы сказать, что в действующем как раз налоговом кодексе, в той редакции, которая у нас сейчас тоже существует, некоторые послабления были сделаны, и сроки уплаты этого патентного налога были сдвинуты на более поздние сроки. Это было сделано для того, чтобы индивидуальному предпринимателю не приходилось изначально изыскывать средства для того, чтобы он уплатил налог до того, как его патентный бизнес еще начнет переносить свои плоды. Сейчас эти сроки максимально сдвинуты практически на конец срока действия патента, что является тоже очень удобным и выгодным. Есть еще такое понятие у вас – нулевая ставка. Это что такое? Да, есть такое понятие. Это так называемые налоговые каникулы для индивидуальных предпринимателей. Она у нас введена на территории Самарской области с 1 января 2016 года. И что это означает? То есть те индивидуальные предприниматели, которые находятся, ну вот в частности мы говорим про патентную систему налогообложения, те, которые находятся на патентной системе налогообложения, и зарегистрированы, начиная с 1 января 2016 года, они имеют право применять нулевую ставку. Вот налог у них будет рассчитываться не по ставке 6% это патент, а по ставке 0%. То есть, собственно говоря, в течение двух лет они не будут уплачивать налог, связанный с применением патентной системы налогообложения. Но еще раз оговорюсь, что это относится не ко всем индивидуальным предпринимателям, которые у нас находятся на патентной системе налогообложения. Налоговыми каникулами могут воспользоваться только те индивидуальные предприниматели, виды деятельности которых также подпадает под определенный перечень, который нашим региональным законодательством оговорен. И там не очень широк этот перечень. Там производственная сфера, социальные и бытовые услуги. Да, и вот еще в последнее время говорили о тех предпринимателях, которые себя не афишируют, занимают нянечки, переводчики, там еще какой-то спектр услуг оказывают. Вот в отношении их, может быть, тоже какие-то подвижки делают, чтобы их привлечь, чтобы они тоже, может быть, патенты какие-то покупали, чтобы выходить из тени? Или вы этим не занимаетесь? Нет, я вот не совсем это в моей сфере, но я знаю, что введена у нас с 1 января 2017 года в налоговый кодекс такая категория граждан, как самозанятые граждане. И если они себя зарегистрируют в качестве самозанятых граждан, то по определенным видам предпринимательской деятельности они тоже, по-моему, в течение двух лет имеют право не уплачивать налог. То есть они просто будут зарегистрированы в течение двух лет, они занимаются, но через два года налогу им уплачивать все-таки придется. Придется, да. А может быть, за эти два года они и закончатся заниматься этой деятельностью. Тогда тоже плюс. Да, тоже плюс. Такое может быть. Вы сказали много о преимуществах вот этой патентной системы, но, наверное, как и везде, есть свои недостатки. На что нужно обращать внимание и какие сегодня еще минусы существуют? Ну, конечно, у любой системы налогообложения существуют как плюсы, так и минусы. Но к основному минусу этой системы я бы отнесла то, что в отличие от других систем нельзя учесть при патентной системе свои расходы. В частности, расходы на обязательное медицинское и пенсионное страхование. Потому что если при применении УСН либо ЕНВД сумма налога рассчитана уменьшается, на суммы взносы на пенсионное и обязательно медицинское страхование, то при патентной системе налогообложения этого сделать нельзя. И это является, на мой взгляд, существенным минусом этой системы. Ну, естественно, при применении еще патентной системы налогообложения нужно уплачивать НДФЛ за своих сотрудников. Ну, и страховые взносы, естественно, за своих сотрудников тоже надо уплачивать. Единственное, для большинства видов деятельности у нас в законодательстве предусмотрены пониженные страховые тарифы. А часто говорят в начале года о каких-то изменениях, которые вступают в силу, в том числе в налоговом законодательстве, а к середине забывают. Вот о чем нам нужно помнить? Какие изменения вступили в силу, и вот можно им воспользоваться? Ну, про первые изменения, которые вступили в силу, я уже сказала. Первый, что из оснований для утраты права на применение патентной системы налогообложения исключено такое основание, как несвоевременный уплат налога. И это является очень важным изменением. А второе изменение, которое также вступило в силу с 1 января 2017 года, это то, что если раньше при утрате права на применение патентной системы налогообложения индивидуальный предприниматель считался перешедшим исключительно на общий режим налогообложения, то сейчас при совмещении общего режима, допустим, с упрощенной системой налогообложения, он считается перешедшим не на общий режим, а на упрощенную систему налогообложения, что тоже, в общем-то, является удобным. Да. Скажите, пожалуйста, к вам часто обращаются из вашей практики с какими-то вопросами, проблемами люди, индивидуальные предприниматели? И вот в этом рейтинге проблем, вот что на первом месте сегодня, если проанализировать ситуацию? Ну, я бы не сказала, что очень много у нас обращений именно связанных с патентной системой налогообложения, но после того, как был введен закон о налоговых каникулах, просто очень многие обращались, не могли разобраться, подходят они под действие этих каникул или не подходят. В общем, вот в основном были обращения с этим. Ну, а так, чтобы и вообще тоже, чтобы понять, его вид деятельности попадает патентную систему налогообложения или нет. Ну, а в основном, в случае отказа таких необоснованных у нас в Самарской области нет. Но приемы вы проводите, к вам можно обратиться, по телефону, и, наверное, время от времени. Я хочу напомнить телезрителям, что в течение эфира бежит строчка о том, что 10 августа в 13.00 в региональной приемной президента Российской Федерации по адресу Молодогвардейской 210 прием граждан проведет руководитель УФНС России по Самарской области. Поэтому телефон вы видите на экране, звоните, записывайтесь. И думаю, что вот все проблемные вопросы, потому что налоговая разворачивается лицом к налогоплательщикам. Очень много форм, обратной связи и так далее. Скажите, вы что используете на сайте? Есть какие-то удобные формы, которые помогут предпринимателям понять все в этой системе патентов? Может оформить даже через интернет, через сайт? Да, у нас же есть личный кабинет индивидуального предпринимателя, есть личный кабинет налогоплательщика, и все это подать в заявлении можно и в интерактивной форме. Даже на тот же патент приобретении. Да, 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 через телекоммуникационные каналы связи все это подается, все это делается. Как я уже сказала, есть налоговый калькулятор, там же на сайте, где можно просчитать. Да, 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 это важно. Да, просчитать сумму налога, которая будет уплачиваться при различных системах налогообложения и выбрать для себя наиболее удобную и выгодную. Ну, о том, что из себя предоставляет патентная система налогообложения, еще раз мы посмотрим ролик у ФНС, и дальше будем завершать разговор. При ведении бизнеса индивидуальным предпринимателям предоставляется возможность выбора специальных налоговых режимов, которые упрощают ведение бухгалтерского учета и уплату налогов. Одним из самых простых таких режимов является патентная система налогообложения. Подробности использования этого режима даны в специальном разделе сайта Федеральной налоговой службы России. Применение патентной системы налогообложения возможно для широкого круга видов предпринимательской деятельности. Например, для пошива одежды и обуви, ремонта бытовой техники и мебели, услуг парикмахерских и фотоателье, обучению, уходу за больными и многим другим. Но не всем. Перечень таких видов деятельности регулируется законодательством субъектов Российской Федерации и может отличаться от субъекта к субъекту. Дополнительными ограничениями является требование, чтобы средняя численность наемных работников, привлекаемых индивидуальным предпринимателем, за налоговый период не превышала 15 человек и сумма дохода не превысила 60 миллионов рублей. Главными плюсами патентной системы является освобождение от уплаты налогов на доход, полученный в результате предпринимательской деятельности и на используемое при этом имущество физических лиц, а также освобождение от налога на добавленную стоимость. Вместо них уплачивается 6% от суммы, предполагаемого к получению индивидуальным предпринимателем, годового дохода или другого периода, если патент получен на более короткий срок. Для перехода на патентную систему налогообложения необходимо подать заявление на получение патента в налоговый орган по месту жительства или любой территориальный налоговый орган по месту планируемого осуществления предпринимательской деятельности. Через 5 дней после подачи заявления вам будет выдан патент или уведомление об отказе в выдаче патента в случае, если вы не заполнили все обязательные поля в заявлении, либо ошибочно указали вид деятельности, не соответствующий перечню видов предпринимательской деятельности, в отношении которых на территории субъекта Российской Федерации введена патентная система налогообложения или указали срок действия патента, не предусмотренный налоговым кодексом. Уплатить налог вы должны в размере полной суммы до срока окончания действия патента, если патент получен на срок до 6 месяцев. Если срок действия патента от 6 месяцев до 1 года, уплата производится двумя платежами. Первый – в размере одной трети суммы налога в течение 90 календарных дней после начала действия патента. Второй – платеж – оставшуюся сумму налога до окончания действия патента. Для налогового учета вам потребуется только введение книги учета доходов и при этом нет необходимости подавать налоговую декларацию. На странице раздела вы найдете всю важную информацию по применению патентной системы налогообложения, постановки на учет и снятию с него, образцы заявлений, особенностях регионального законодательства, новости и разъяснения. Изучайте. Это действительно просто. А еще какие-то новшества появляются, связанные с интерактивностью? Ну, конечно, у нас в век информационных наших технологий не развивать вот такие интерактивные сервисы, наверное, невозможно. И поэтому у нас на сайте ФНС очень много самых различных интерактивных сервисов, которые в помощь как индивидуальных предпринимателей, так и обычным гражданам, как и юридическим лицам. Вот буквально с прошлого года у нас заработал такой реестр, как единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, где у нас отражаются сведения о тех хозяйствующих субъектах, которые относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства. И еще очень важное событие у нас произойдет буквально сегодня, 25 июля. На сайте ФНС я вот с утра не заглядывала, но я думаю, что уже размещены два интерактивных сервиса, которые называются «Открытые данные» и сервис «Прозрачный бизнес». Собственно говоря, что они из себя представляют? У нас, ну буквально, по-моему, некоторое время назад были изменена статья 102 Налогового кодекса, где с определенного ряда сведений был снят режим налоговой тайны. К каким сведениям это относится? Сумма уплаченных налогов организациями, сумма задолженности, наличие налоговых правонарушений, применяемые виды спецрежимов, сумма доходов и расходов по данным Бухучета. И еще там ряд определенных сведений, с них режим налоговой тайны был снят. И все эти сведения, обращу внимание, только по организациям, к категории индивидуальных предпринимателей туда не относятся, они будут размещены у нас вот сегодня на сайте ФНС России, буквально в открытом доступе. То есть любой желающий, зная ННН организации, может посмотреть, собственно говоря, что из себя эта организация представляет с точки зрения соблюдения ею налогового законодательства. Насколько этот налогоплательщик добросовестный, назовем его так, для того, чтобы любой, любое юридическое лицо, или даже индивидуальный предприниматель, проявлял должную осмотрительность при выборе своих контрагентов. Понятно. Еще хотелось бы к нулевой ставке вернуться. Какие условия для того, чтобы обладать правом, нужно соблюдать предприниматель? Ну, для тех, кто находится на патентной системе налогообложения, кроме соблюдения вида деятельности, о котором я уже говорила, еще два условия у нас определены нашим региональным законодательством. Это сумма доходов не должна быть больше 8 миллионов рублей по этому виду деятельности и средняя списочная численность работников не более пяти человек. Да. Я как раз еще раз хочу напомнить телезрителям, что 10 августа 2017 года в 13.00 в региональный приемный президент Российской Федерации по адресу Молодогвардейская 210 проведет прием граждан, руководитель УФНС России по Самарской области. В течение нашего эфира телефон для записи на прием выводился на ваши экраны. Спасибо за то, что пришли, поделились такой важной и полезной информацией. Буквально вот минута, что важного еще остается сказать предпринимателям для того, чтобы они все-таки к патентной системе обратились, обратили на нее внимание. Очень коротко, вот какой основной плюс? Ну, основной плюс... Да, вот так вот, чтобы сказать, вот переходите себе на патентную систему налогообложения, так не скажешь, потому что каждая система налогообложения, она важна именно для определенного вида деятельности. Спасибо большое за такое уточнение, всего хорошего. Спасибо вам за внимание, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова